Бусы, амулеты, кольца, браслеты, украшения обожает каждая женщина. Причем так было всегда, даже несколько веков назад. Об этом говорят находки ученых-археологов. О своей научной работе по изучению украшений, найденных в курганах на территории нашего округа, рассказал посетителям музея Александр Лазукин. Носили вот эти кольца, носили гривны, носили ожерелье. У нас есть бусы, каменные бусы, которые прекрасно сохраняются в земле. Они изготовлены из горного хрусталя или сердолика, но существовали еще металлические бусы, существовали костяные и, конечно же, стеклянные. Вот каменные, они лучше всего сохраняются. Тематическую лекцию приурочили к Международному женскому дню. Однако и мужчин среди слушателей было немало. Ведь изучив остатки одежды и украшений, можно многое понять о традициях и культуре наших предков. В чем преимущество раскопок именно захоронений? Там находится все на своем месте. То есть, если мы видим, что пуговицы идут по центру, скажем так, костяка и доходят до пояса, значит, и одежда какая была? Короткая, да. А если они идут до пят, значит, это был такой длинный кафтан. Украшения могут рассказать о статусе и благосостоянии хозяина, о его положении в обществе, религии и многом другом. Однако материальному не стоит придавать большого значения, советуют ученые, а больше обращать внимание на вечные ценности. Все очень сильно меняется. Мода, она же такая капризная, да? То, что популярно сегодня, завтра уже, в общем-то, можно записывать в архаику. Вот. И это закономерный процесс, вот. Но есть какие-то вещи, которые постоянные, которые вечными, их можно назвать. Вот. Это отношения, да, между мужчиной и женщиной. Это любовь, это дружба, это верность, конечно. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.